Всем привет, с вами Алена Талаш, управляющий партнер компании РосКо. Банкир – это человек, одолживший вам зонтик, когда ярко и светит солнце, и отбирающий его в тот самый момент, когда начинается дождь. Еще недавно казалось, что слова «война» и «военное положение» – это что-то очень далекое из прошлого или какой-то другой жизни. Однако современные реалии таковы, что ожидать можно чьего угодно, в том числе и видение военного положения. Чем это грозит гражданам и организациям? Что будет с их имуществом? Уверена, эти вопросы волнуют сейчас очень многих. Могут ли изъять имущество в военное время? Военное положение может быть введено как на территории всей страны, так и в отдельных ее субъектах. Так, указом президента, в настоящее время военное положение уже введено в присоединенных областях – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Законом о военном положении установлено, что в период действия данного режима для нужд обороны может отзыматься имущество организаций и граждан с последующей компенсацией государством стоимость изъятого. И банковские вклады, и авто, несомненно, являются имуществом. Это положение касается только тех граждан, которые находятся непосредственно в субъектах, где действует режим военного положения. Однако, помимо закона о военном положении, существует еще несколько нормативно-правых актов, прямо или косвенно предусматривающих возможность изъятия имущества. Так, например, закон об обороне также устанавливает обязанность граждан предоставлять по требованию уполномоченных органов свое имущество в военное время. Обратите внимание, не в период военного положения, а в военное время. Наступило ли уже это время в нашей стране – большой вопрос. Дело в том, что это понятие ни в одном из нормативно-правых актов толком не раскрывается. Если с военным положением все ясно, оно устанавливается указом президента, то процедура объявления военного времени не ясна. Зато другой закон более однозначен. Это федеральный закон о мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации, которым установлена военно-транспортная обязанность юридических и физических лиц. Эта обязанность возлагается на указанных лиц в период мобилизации и военного времени. Как известно, указом президента в России объявлена частичная мобилизация. Каких-либо параметров частичности ни закон, ни указ не раскрывает. Поэтому можно считать, что в соответствии с данным законом, изъятие имущества в случае необходимости может быть произведено у собственника в любом регионе России. Относительно недавно в нашу жизнь вошли электромобили, а для некоторых такой вид авто стал уже привычным. Об этом расскажет специалист по связанным сообщественностью компания «Роская Ксения» и снова. Современные электрокары практически бесшумны, что, по мнению ряда исследователей, угрожает безопасности пешеходов, особенно незрячих. Ведь они привыкли к гудению двигателя машины. Именно поэтому в Японии, Европе и США принят закон, обязывающий устанавливать на такие машины системы искусственного шума. Продолжим. Владельцам компании надо иметь в виду, что существует также указ президента 1175, аж 1998 года, которому военно-транспортная обязанность возложена на юрлиц даже в мирное время. В законе перечислены также лица, у которых автотранспортное средство изъято быть не может. Это дипломатические представительства и консульские учреждения иностранных государств, иностранные и международные организации, а также иностранные граждане и лица безгражданства. Таким образом, можно заключить, что по закону изъятие автотранспортных средств у собственников для нужд армии и фронта теоретически возможно уже сейчас. Однако есть основания полагать, что инициировать эту процедуру должен все же президент еще одним отдельным указом. Следует также отметить, что государство вряд ли будет прибегать к таким крайним мерам. Собственники граждане во всех перечисленных нормативно-правых актов упомянуты в последнюю очередь. В связи с этим представляется, что если до изъятия имущества дело все-таки когда-нибудь и дойдет, то сначала его будут забирать у госсектора, затем у частных компаний и лишь в последнюю очередь у физических лиц. Денежные средства со счетов в мирное время изъятию не подлежат даже у организации. Строго говоря, речь об изъятии тут и не идет. Допускается лишь временное ограничение в снятии и использовании денег владельцами счетов. А что вы думаете по поводу таких законов? Пишите в комментариях под этим видео. Какое имущество подлежит изъятию? С банковскими вкладами все более или менее ясно. Деньги у всех одинаковые, поэтому шансы отдать их в долг государству у каждого примерно равны. Хотя стоит добавить, что они минимальны, потому что у государства есть иные, гораздо более действенные рычаги управления финансами, чем прямое изъятие их у своих граждан. Например, девальвация, снижение реального валютного курса. Чем не действенный способ? С автотранспортными средствами все иначе. Не каждый автомобиль подлежит изъятию. Приказом министра обороны утвержден перечень транспортных средств, которые подлежат предоставлению Вооруженные силы РФ по их запросу. Проверить, входит ли автомобиль в указанный перечень, можно, посмотрев, какая категория указана в документах на него. Каков порядок изъятия? Подробный порядок изъятия имущества у граждан в действующем законодательстве не расписан. Указано лишь, что собственникам положена компенсация стоимости взятого имущества. Однако каким образом и в какие сроки будет рассчитываться и возмещаться эта компенсация – не ясно. Собственникам при изъятии должны выдать документ, подтверждающий передачу имущества. Видимо, на основании этого документа в будущем можно будет потребовать компенсацию. Рада, что вы досмотрели это видео до конца. С вами была Алена Талаш. Если у вас остались вопросы после просмотра этого видео, смело пишите их в комментариях к нему. И юристы компании Роско с удовольствием на них ответят. И конечно, подписывайтесь на наш канал, где вы найдете массу полезной информации не только для бизнеса, но и для себя лично. Будь в курсе, будь с Роско.